Засуха в районах и строительство школ в регионе. Эти и другие темы обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве края. Новый детский сад и аллея памяти Александр Осипов с рабочей поездкой побывал в Угдании. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас в эфире новости РТК Забайкалия в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте. Повышение зарплат работникам бюджетной сферы строительства школ по концессии и чрезвычайная ситуация с засухой в Забайкалии. Эти и другие темы обсудили руководители министерств и ведомств в ходе традиционного оперативного совещания в правительстве края. Забайкальский внешнеэкономический форум подошел к концу. Череда массовых мероприятий прошла в Чите и Агинском. Известные шеф-повара составили меню из местных ингредиентов, в которые вошли 35 блюд. Теперь ведется работа с ресторанами, чтобы посетители смогли оценить их на вкус. А пока нужно позаботиться о насущных вопросах. В числе таковых повышение заработных плат бюджетникам. С этого свой доклад начал первый вице-премьер правительства Андрей Кефер. Перерасчет по зарплате начался с 1 июля и коснется всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогов, которые сейчас в отпусках. Учителя уже во время летнего отдыха почувствуют прибавку в финансовом плане, заявил Андрей Кефер. Засуха пришла в Забайкалье. Режим ЧС объявлен в Шилкинском, Карымском, Приоргунском и Могой-Туйском районах. Уже сегодня к ним присоединятся Борзинские и Чернышевские. Об этом в ходе доклада сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Буэнто Батаманкуев. От засухи пострадали 16 тысяч гектаров посевных площадей, а также пастбища глава региона Александр Осипов попросил уже сейчас начать плотную работу по решению этой проблемы. Во-первых, надо добиваться вместе с другими регионами их, с ними связываться, чтобы она была федеральной. Это чрезвычайная ситуация, а не районной, не только краевой. Во-вторых, сейчас по решениям, которые нужны, надо не только бумаги составлять, надо реально понимать, откуда возьмется, например, сено уже сейчас на подкорм скоту, который оказался в каких-то районах, в каких-то территориях без еды, без корма. И где возьмется это сено? На всю зимовку. И заранее сейчас думать уже, заранее быстрее договариваться, потом контрактоваться, потом закупать. Не так, чтобы мы пришли, знали, что у нас уже засуха, а придем последними на рынок, так сказать, и по максимальной цене возьмем или вообще останемся без нужного объема. В Забайкалье продолжается строительство шести школ в рамках концессии. Три из них в Читинском районе, в Смоленке и Атамановке почти на 300 мест и в Засобке на 560 идут с опережением графиков. В Дарасуне компания «Сфера» были проблемы, ну так скажем, связанные с тем, что объект находится на зыбучих грунтах, поэтому пришлось делать очень серьезное основание. Но сейчас сфера подтянулась, на объекте 130 человек, 14 единиц техники, работы идут в строительном графике. Школа в Агинске, компания «Энергожилстрой», строительная готовность 45%, на объекте 150 человек, работы также ведутся согласно разработанного строительного графика. Следующая школа в Забайкальске, Александр Михайлович, компания «Алюком», это, ну так скажем, самый отстающий объект на самом деле. Отставание от графика примерно две недели. Догоночные графики все составлены и хочу отметить, что по догоночному графику компания подтягивается, так скажем, улучшает темпы. В ходе совещания вице-премьер правительства Виктория Бессонова анонсировала ряд мероприятий в рамках национального проекта «Демография. Активное долголетие». Так, например, 27 июля в Чите состоится праздник активного долголетия и вальс серебряной молодежи. А 28-го тематическое мероприятие «Привет, одноклассники». Эльшат Сафаров, Никита Дроздов, РТК «Сбайкалье». Новый детский сад и аллея памяти села Угдан обновляется не только благодаря стройке социальных объектов, но и силами неравнодушных жителей. Оценить результаты и поговорить о потребностях растущего населенного пункта решил в рамках своей поездки губернатор края Александр Осипов. С подробностями Екатерина Пешкова. Потертая детская площадка и два веселых дельфина на деревянном заборе. Если бы не этот скромный пейзаж, то сложно было бы угадать, что здесь не просто дом, а настоящий детский сад, воспитавший не одно поколение жителей Угдана. У нас детский сад функционирующий. В нем всего 18 детей. То есть, для такого большого села 18 детей это очень мало. Очень много желающих для посещения детского сада, но мы не можем всем предоставить место. Потому что у нас проектная мощность всего 18 человек. Уже к сентябрю ситуация в селе обещает измениться. Не так давно неподалеку появилось новое современное здание детского сада на 110 мест. Сразу видно, воспитание может быть комфортным. Два спортивных зала, просторные игровые и спальни, удобные раздевалки и видеонаблюдение. Сейчас идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Оценить результат лично приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Первое, что бросилось в глаза главе региона – незаасфальтированные зоны парковки и отсутствие газона. Также выяснилось, что работы, выполненные по проекту, не в полной мере соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Например, на такое количество детей явно не хватает еще одной детской площадки. Быстро растущему селу необходим не только новый детский сад, но и объекты благоустройства. За последние три года здесь начали появляться спортивные и детские площадки. И все благодаря усилиям общественников. В селе зарегистрировано четыре ТОСа, один из которых замахнулся на создание Аллеи памяти. Аллея памяти нужна Угдану. Это место гордости, грусти и силы одновременно. Но славится село не только успешными общественниками, но и активными добровольцами разных возрастов. Любые мероприятия, которые проходят на территории сельского поселения Угданска, которые проводят муниципальный район, Читинский район, краевые мероприятия, очень-очень все активно. Наше село знают уже во всем крае, благодаря нашим неравнодушным жителям. Пообщаться с общественниками и поддержать их – это тоже важное дело. Во время своей поездки Александр Осипов оценил вклад каждого из четырех добровольческих отрядов в нашу победу. Мы делаем сухой душ. Сухой душ состоит из такой ткани. Она называется дарниф. И такой очищающей пенки. Мы капаем сюда очищающую пенку и втираем. А потом оставляем просушиться. Когда она просохнет, мы ее складываем и добавляем такие сухие салфетки. И когда используем эти салфетки, мы их мочим, не пенится и протираем тело. А чтобы не было мокрого следа, протирается сухой салфеткой. У нас вот вытираем салфеткой себе. Сколько вы отправили? 850 штук. Молодцы. Молодцы. Всем, кто ребята делает, спасибо тоже большое. Очень хорошее большое дело. Не только словом, но и делом. Благодаря помощи правительства здесь уже появились швейные машины для пошива одежды на СВО. Обещают помочь и с материалами. 21 июля в Забайкальском крае закончился прием документов от потенциальных кандидатов в губернаторы региона. Но это не значит, что все претенденты доберутся до итогового бюллетеня. Тонкости процедуры прояснили в избирательной комиссии региона. Семь кандидатов подали свои документы для регистрации на выборы губернатора Забайкальского края. Одни идут от политических партий, другие – самовыдвиженцы. В частности, действующий губернатор Александр Осипов, несмотря на то, что его кандидатуру поддержали и президент, и партия «Единая Россия», пошел на выборы самостоятельно. Все забайкальцы, которые находятся на специальной военной операции, которые в неразрывной связи с этими бойцами, их родные семьи в том числе, и все эти забайкальцы, которые сегодня обустраивают наш край, строят его, ремонтируют его, оснащают его, работают на самых разных должностях. Вот это наша самая главная партия. Руководитель регионального отделения партии ЛДПР в Забайкальском крае Георгий Шилин, политик с большим стажем, несмотря на успешную работу в законодательном собрании региона, решил попробовать себя и в качестве управленца. Я вижу, что я готов идти на выборы, на такую серьезную должность, как глава субъекта. Я уже прошел все эти этапы, я знаю ту проблематика, которая есть и в представительном органах власти в отношении тех или иных вопросов, ну и также знаю, как в целом работает исполнительная структура власти. Экс-депутат Заксобрания Константин Коростылев от партии «Коммунисты России», как и прежде, планирует отстаивать интересы трудящихся. Кроме политиков с большим стажем, за пост губернатора смогут побороться и общественники. Наталья Кочергина, член общественной палаты, считает, что в современной России активисты имеют все шансы на победу. Ведь кому, как не им, знать проблемы людей. Кому, как не нам, общественникам, в виде непонимания, что на самом деле происходит и какие нужды именно у населения во всех сферах деятельности. Начинает образование, здравоохранение и тому подобное. Также сейчас посыл государства у нас идет именно раскачивать некоммерческий сектор. То есть это третий сектор развития экономики. Вячеслав Пальшин тоже подал свою кандидатуру как самовыдвиженец. У директора молодежного центра «Искра» есть управленческий опыт, который он планирует применить в случае победы. Главная задача губернатора состоит в том, чтобы сформировать сильную команду управленцев. То есть это правительство, это органы государственной власти для того, чтобы эти люди могли эффективно и оперативно решать те задачи, которые стоят сегодня. Сдали свои документы на регистрацию и Валерий Официнский, член партии «Зеленый», и депутат Госдумы от Забайкаля Юрий Григорьев. Теперь избирательная комиссия в течение 10 дней проверит все собранные подписи на задвоение. То есть когда депутат, либо избранный глава может поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата. И как раз рабочая группа проверяет и в случае задвоения такой подписи обязательно просматривается, когда она была проставлена. Если устанавливается, что время, проставленное депутатом, либо главой ранее, чем за другого кандидата, то подпись будет засчитана именно тому кандидату, у которого ранее проставлено. Дарья Пьянникова, Данил Ботвинский, РТК Сбайкалья. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Многолетняя связь России, Китая и Монголии, котел дружбы трех стран, появился в Преанонии. С молитвами о мире, здоровье и семейном благополучии православные верующие отметили день обретения Казанской иконы Божьей Матери. Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись, не поджигай сухую траву. Продолжаем выпуск. Пленарное заседание международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией прошло накануне в рамках форума «Новые горизонты». О планах развития региона и итогах заседания смотрите в сюжете далее. Одним из первых вопросов, которые обсудили на пленарном заседании международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией – развитие транспортной инфраструктуры региона. Губернатор Александр Осипов в своем выступлении отметил, наше выгодное положение сокращает доставку грузов на целых 3000 километров. Также он рассказал гостям из соседних государств о крупных проектах, которые сегодня реализуются в Забайкалье. В числе спикеров на пленарном заседании были не только гости из Монголии и Китая, но и глава делегации шеф-поваров, которая приехала на гастрономический фестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути». Накануне они создали уникальное меню для региона. Мы хотим в ваших странах открывать рестораны. Почему? Потому что через эти рестораны мы будем увеличивать экспорт, потому что через эти рестораны мы будем рассказывать о туризме, о культуре, о наших традициях. Когда люди сидят за одним столом, они всегда находят общий язык. Стол – это самое мирное место, как говорят классики, это самая мирная гавань, которая есть в мире. Так общий язык удалось найти и на пленарном заседании. Губернатор региона отметил, что сегодня отношения Забайкалья с Монголией и Китаем разносторонние и наполненные. Темпы внешней торговли продолжают расти, и самое главное сегодня – сохранять эту динамику. Екатерина Бокшеева, Никита Дроздов, РТК Забайкалья. Котел дружбы трех стран открыли на территории Прианонии в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума «Новые горизонты». О том, какое значение создатели вложили в стылу и как забайкальцы встретили гостей из Монголии и Китая, расскажет Екатерина Бокшеева. Еще в 17 веке русское царство и империя Цин подписали тот самый Нерчинский договор, который надежно скрепил наши отношения с соседями из Поднебесной. Позже уже Российская империя подписала договор о дружбе с Монголией. В эпицентре истории оказалось Забайкалье. И именно об этих важных событиях теперь напоминает котел дружбы трех стран, расположенный в Прианонии. Это стелла, стержень, будем говорить, золотая серьга. А серьга – это у нас у бурятов, у всех путевых народов. Это символ гостеприимства, дружбы, вот такое миролюбие. И вот золотая серьга, почему она золотая? Она символизирует абсолютно истину, абсолютно доброту, абсолютно человечность. И вокруг вот этого серьга три белых серьга, потому что базы вы белые, светлые, дружественные. Именно три белых серьга и олицетворяют многолетнюю связь России, Китая и Монголии. Они обрамлены золотистым обручем, на котором на трех языках написано слово «дружба». С тылу охраняют три льва-хранителя времени. Они говорят о том, что во всех этих странах существует буддизм. Но про историю говорили они только на открытии монумента. Спектакль у нас называется «Агаминялтанулгы. Колыбель моя золотая ага». Мы ее ставили в рамках федеральной программы Театра малых городов в 2018 году. И сделали такой мобильный на 40 минут спектакль, где мы показываем свою историю героев, легенд. Сюжет постановки трогательный и впечатляющий. Он рассказывает историю бурятского народа, который прошел годы ссылок, революций и войн. И, конечно, о предводителях бурят – Бальжинхэтэн и Бабжа Баразбатори. Я очень рад, что наши гости прикоснулись к истокам нашей агинской бурятской земли. Чуть-чуть посмотрели частицу нашей культуры. Им очень понравилось, им очень интересно. Особенно тем гостям, которые прибыли издалека. Ну и самое главное, что мы действительно вечные соседи с монголами и с китайцами. Мы всегда были едины в стремлении жить в добрососельских отношениях, за выгодным сотрудничеством. Ну и сегодняшнее мероприятие – это еще один такая нить, еще один шажок, укрепление этих связок. Сразу после такого яркого открытия стелы в Агинском прошла научная конференция «Александр Невский и Чингисхан. Историческое наследие в условиях глобальной трансформации мира». Там обсудили важное сохранение традиционных ценностей, тысячелетнего опыта и знаний предков. Чтобы появились молодые ученые, которые бы включались в работу. Ну вот и наше первое практическое предложение – это концепция Федерального музея-заповедника кочевых культур. Понятно, что аудитория в основном в курсе, рассказывать не надо, что мы при граничной территории. У нас около двух тысяч километров границы, соответственно, богатейшее культурное наследие, если посмотреть в цифрах, это более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них около трех тысяч – это археология. На этом региональный внешнеэкономический форум «Новый горизонт» и подошел к концу. Теперь за Байкалью предстоит серьезная подготовка к главному событию этой осени – Восточному экономическому форуму, который традиционно пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Ежегодный всероссийский фестиваль сапсерфинга «Запсап» прошел на озере Арахле. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Забайкальского края, Санкт-Петербурга, Еврейской автономной области и Красноярского края. Участники соревновались в спортивной гонке стоя, сидя или лежа на сапборде. Обладателем Кубка губернатора уже в третий раз стал Вячеслав Домаев, второе место заняла Елена Карипанова, а третье место в этом году досталось Алексею Пешкову. В фестивале принимали участие целые семьи сапсерферов. За профессиональные успехи можно было получить специальный приз – новый сапборд с символикой фестиваля. Каждый год 21 июля православные верующие отмечают День обретения Казанской иконы Божьей Матери. Равно утром в Читинском кафедральном соборе прихожане и священнослужители провели божественную литургию и крестным ходом прошли по центральным улицам города. В этом году праздник Казанской иконы Божьей Матери пришелся на воскресный день. А значит, ничто не помешало прихожанам прийти ранним утром в кафедральный собор на божественную литургию. Храм был полон. Первым делом все спешили поклониться одной из самых почитаемых чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Казанская икона Божьей Матери известна в разных уголках мира. Святыни молятся, просят о помощи и заступничестве. К ней обращаются с молитвами о здоровье, о семейном благополучии и, конечно же, о мире. Поскольку Казанскую икону считают спасительницей Отечества в период войн и народных бедствий. А для нашего кафедрального собора этот день является еще и престольным праздником, так как храм был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Божественную литургию возглавил епископ Нерчинский Краснокаменский Макарий. «И причастие Святого Духа будет со всеми вами». Вместе с прихожанами молился губернатор края Александр Осипов. Он, как и многие христиане, почитает образ Казанской иконы Божьей Матери и с глубоким уважением относится к этому светлому дню. «Сегодня праздник очень чтимый на Руси. Это почитание сопровождается огромным количеством чудес Казанской иконы Божьей Матери в самых трудных ситуациях в жизни нашей страны. Очень большого количества людей, православных, мусульман. Всех, кто прибегал к иконе, люди спасались. Государство выходило из трудных ситуаций. Хочется поздравить всех людей, православных христиан, потому что Бог и Божья Матерь, вне зависимости от нашего отношения, вне зависимости от того, что и как мы верим. Каждому человеку не спосылают и солнечные лучи, и дождь, и деньги на пропитание, и заботу обо всем. Ну, а тем более людям, которые это осознают, за это благодаря это чтут. Поэтому хотелось бы, чтобы все от мала до велика помнили о Боге, помнили о том, почему предки наши 1200 лет прошли самые сложные испытания, добились самых высоких достижений, что их укрепляло, что делало их самым сильным народом. После литургии прихожане и духовенство с хоругвами и иконами вышли из храма, чтобы пройти крестным ходом по центральным улицам Забайкальской столицы. Движение автотранспорта на время шествия было остановлено. Под звон колоколов верующие шли с образом Богородицы. И это была не просто дорога от одного пункта в другой. Это был путь молитвы, любви и веры. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и других социальных сетях. По вопросам размещения рекламы на нашем канале звоните 914 478 66 92 или пишите в мессенджеры также по этому номеру. Для связи с редакцией новостей звоните по телефону 21 75 03. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok